Здравствуйте! В этом видео будем избавляться от ошибки получения обновлений Windows. Используем для этого небольшую бесплатную программку на русском языке. Прежде чем начать, хочу особо поблагодарить спонсоров моего канала Владимира из города Алютуса, Андрея Николаевича из Волгограда, а также других спонсоров. Поддержка спонсоров позволяет меньше отвлекаться и полностью сосредоточиться на создании новых полезных уроков. Спасибо вам! А теперь приступаем! В последнее время в комментариях довольно часто пишут о том, что в центре обновления написано Обнаружена ошибка. Некоторыми параметрами управляет ваша организация. Здесь же можно увидеть сообщение. Ваша организация отключила автоматические обновления. Многие пользователи намеренно отключают обновления, чтобы они не мешали ежедневной работе. Но большинство таких пользователей знают, как быстро включить их в нужный момент. Они периодически, к примеру, раз в месяц делают это, полностью обновляя систему. Когда компьютер не занят, после этого снова выключают обновления. Это делает работу в Windows 10 комфортнее. Когда у вас полностью отключено обновление и вы не можете их включить, то вы не можете сделать некоторые действия, которые вам понадобились. Например, включить некоторые компоненты Windows, добавить язык в систему и другие. В сети можно найти немало способов решения этой проблемы. Можно проверить работу всех служб, отвечающих за обновления. Проверить работу локальных групповых политик. Заглянуть в реестр. Воспользоваться средствами устранения неполадок от Microsoft. Хочу показать способ, который комплексно решает проблему с получением обновлений Windows. Этот способ работает как в профессиональных, так и в домашних редакциях Windows. Программа успешно отключает и включает обратно обновления как в Windows 10, так и в Windows 7 и 8.1. Я уже показывал эту программу в нескольких своих видео. Это бесплатная программа на русском языке. Она называется Windows Update Blocker. По названию видно, что основное предназначение программы это отключение обновлений. Но программа прекрасно справляется и с обратной задачей. Она проверяет все службы и настройки, контролирующие обновления. Правильно запускает службы, делает обновления доступными. Занимает это всего несколько секунд. Итак, я оставил линк на официальный сайт программы в описании этого видео. Под номером 1 нажимаю. При нажатии на ссылку сразу начинается загрузка. Программа скачалась. Это обычный zip-архив. Закрываю браузер. Открываю загрузки. Архив можно распаковать средствами Windows или любым архиватором. Я распакую вот так. Двойной клик по архиву. Перетаскиваю папку на рабочий стол. Это портативная программа. Ее не нужно устанавливать. Она работает из папки. Внутри папки 4 файла. Два из которых приложения. Этот файл для 64-битных систем. Этот для 32-битных систем. Проверяю систему, которая установлена здесь. Правый клик по этому компьютеру. Свойства. Как видно, это Windows X64. Я запускаю этот файл. Если у вас 32-разрядная система, то ваш файл этот. Здесь подтверждаю запуск. Перед нами главное окно программы. Если у вас программа запустилась не на русском, то можно включить его. Нажимаю меню. Навожу курсор на пункт Languages. И выбираю русский. В окне программы видно белый крестик на красном щите. Этот статус службы говорит о том, что обновления в системе отключены. Программа сразу после запуска проверила состояние соответствующих служб и определила это. Чтобы включить обновление, нужно выбрать верхний пункт, включить обновление и нажать на кнопку Применить. Как видим, статус службы изменился. Теперь компьютер должен без проблем получать обновление. Можно проверить, так ли это на самом деле. Заработал ли центр обновлений Windows. Можно открыть его, как обычно, через параметры. Также можно воспользоваться удобной кнопкой в этой программе. Нажимаю меню. Здесь есть кнопка Центр обновлений Windows. Нажимаю кнопку Повторить. Как видно, теперь все заработало. Обновления приходят. Надпись, Некоторыми параметрами управляет ваша организация, больше не видно. Итак, все обновления получены. Остается перезагрузить компьютер. Нажимаю Обновить и перезагрузить. После перезагрузки в центре обновления написано, что у вас установлены все последние обновления. После получения обновлений, вы сами можете решить, отключить обновления снова или оставить их включенными. Как я уже сказал, программа портативная, работает из любого места. Лишний файл можно удалить. Положить папку с программой. Можно, например, в папку Документы или на отдельный раздел. Программа отлично работает из флешки. При желании, папку с программой можно удалить с компьютера. Еще одно важное уточнение. Если вы отключили обновления с помощью этой программы, то компьютер перестает получать только обновления компонентов Windows. Обновление вирусных баз защитника Windows не блокируется. Если вы используете встроенный защитник Windows, то у него будут по-прежнему свежие антивирусные базы. О том, как настроить и пользоваться защитником, я довольно подробно рассказывал в этом ролике. Я показал, как избавиться от этой ошибки на обычном домашнем компьютере. Если у вас компьютер рабочий и настройками занимается системный администратор, то вполне возможно, что такие настройки сделал именно он. Поэтому прежде чем что-то предпринимать, я бы порекомендовал задать вопросы вашему сисадмину. Ваши лайки мотивируют меня записывать видео на ту или иную тему. Подписывайтесь на канал, если еще не сделали этого. Очень благодарен тем зрителям, которые регулярно ставят лайки и делятся видео с друзьями. Отдельная благодарность тем, кто поддерживает канал материально и подписан на дополнительный канал. Спасибо! Всем зрителям желаю здоровья! Меня зовут Евгений Юртаев. До встречи!